всем привет вы на канале саша мамаша и сегодня я расскажу и покажу вам как сшить подушечку для младенца сразу уточню что эта подушка не для новорожденных а использоваться она может примерно где-то месяцев с 3 потому что как известно для новорожденных деток подушки не используют совсем то есть под головку подкладывают либо свернутую в несколько раз пеленочку либо шьются специальные такие ну назовем это так под подстилочки такие либо матрасик приподнимается с той стороны то есть под матрас ложится что-то чтобы приподнялся сам матрас делается это для того чтобы ребенок когда лежит чтобы он не уткнулся носиком в подушку и чтобы это ему не дай бог не повредило а вот после трех месяцев уже можно использовать такую подушечку ее высота примерно 2 сантиметра и она является безопасной и комфортной для ребенка и вот сейчас я вам покажу как сшить именно такую подушку для того чтобы сшить такую подушечку понадобится белая бязь можно кстати брать не белую если у вас есть такое желание у меня белая самая простая бязь и также нужен синтепон 150 синтепон ну а размерах я скажу синтепона и заготовок чуть позже сначала скажу о размерах готовой подушки вообще подушечки для младенцев шьются ну размером от 35 на 35 до 40 на 40 примерно но мы не ищем легких путей и вот я захотела такую подушку у меня она будет не стандартного размера она в готовом виде будет 34 на 54 сантиметра почему я решила такую шить потому что я буду шить для нее наволочку и когда ребенок станет постарше и ему нужно будет уже более плотная подушечка у меня есть подушка просто такого размера для такой наволочки более плотная для более взрослого ребенка вот так вот все сложно усложненный вариант но вы можете выбрать размеры такие как вам нужно теперь немножко подробнее об этом сэндвич и как все у меня сложено внизу у меня сложен 150 синтепон сложить его нужно следующим образом это один кусок синтепона цельный который просто вот так сложен в три раза вот надеюсь что видно сверху у меня лежит кусок бязи это тоже один кусок здесь сгиб сложен лицом к лицу мы выкладываем сверху грубо говоря у меня вот сейчас подушка лежит вверх ногами то есть вот эта сторона будет идти к шее ребенка а это вот к бортику кроватки и вот здесь мы не прошиваем то есть здесь специально не делаются никакие швы для того чтобы не было никаких уплотнений чтобы было как можно здесь нежнее и мягче как видите у меня здесь уже намечено окошечко через которое я буду подушку выворачивать его ширина не имеет значения это для вашего удобства я оставила 15 сантиметров этого вполне достаточно чтобы потом подушечку вывернуть и с лицевой стороны это отверстие зашить теперь о размерах этих заготовок то есть о размере куска бязи который потребуется его размере куска синтепона размер этих заготовок будут зависеть от желаемого размера готовой подушечки которую вы собираетесь шить и от припусков при пуске по боковым сторонам то есть здесь и здесь по одному сантиметру достаточно а вот здесь я оставляю полтора просто для того чтобы потом с лицевой стороны вот это отверстие было удобнее зашивать то есть один один полтора здесь помним что здесь шва не будет соответственно у меня получились исходя из того что подушку как я уже говорила у меня будет в готовом виде 34 на 54 то у меня вот этот раз кусочек размер этого куска бязи 71 на 56 и размер синтепона куска синтепон у меня 107 на 56 ну там надо было сто шесть с половиной но с учетом сложения эти пол сантиметра я уже не учитывал то есть 107 на 56 и вот таким образом как я уже показала мы сложили все и теперь нам нужно проложить строчки для этого здесь для удобства скалываем булавками теперь когда подушечку мы скололи мы прокладываем строчку отсюда досюда а здесь на расстоянии один сантиметр здесь на расстоянии полтора сантиметра точно также с этой стороны затем когда я проложу строчки вот до края окошка я вот так отогну один слой бязи и проложу здесь строчку от края до края окошка на расстоянии один сантиметр от края для чего это делается для того чтобы здесь синтепон был зафиксирован и чтобы этот шов который мы проложим при после выворачивания подушки на лицо остался внутри и так прокладываем три шва 1 2 и вот этот здесь 3 и вот я все прошила как я и говорила проложила все строчки шила я по этой стороне по бязи то есть синтепон у меня лежал снизу натяжение нити я настроила четыре с половиной длину стежка три с половиной здесь у меня застрочено окошечко тоже как я говорила вот в этих местах здесь и здесь закрепки и там и нам осталось только обрезать уголочки здесь и здесь вывернуть подушечку на лицевую сторону и с лицевой стороны застрочить вот это отверстие покажу как я обрезала уголочки то есть мы не подходим вплотную вот к этому уголку чуть-чуть отступаем пару миллиметров и наискозочек срезаем здесь здесь и там и помним что здесь у нас не сшита и теперь выворачиваем подушечку на лицевую сторону вот такая получается подушечка тоненькая в то же время мягенькая здесь у нас один слой пришит сейчас я покажу ближе то есть мы заворачиваем вот так этот шов внутрь здесь выравниваем по этой линии ровненько все делаем скалываем и здесь застрачиваем и вот я сшила то отверстие через которое подушечку выворачивал даже видно еще следует булавок я здесь накалывала себе и подушечка теперь готова она получилась тоненькая но мягкая здесь там где к шее ребеночка нет никаких швов никаких уплотнений и поэтому я думаю что такая подушка будет комфортно а еще на такой подушке сшитой мамиными руками с любовью с самыми светлыми мыслями о своем малыше я думаю сон будет крепким здоровым комфортным и сны будут сниться только самые самые сказочные если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал вы были на канале саша мамаша всем пока на канале сша и Продолжение следует...